всем привет друзья мои хорошие с вами я светлана то вчера день после помолки прошел замечательно ничего такого интересного не было ни танцам не было ничего не было мы рано уехали потому что нас отвезли родственники на машине поэтому быстро так спонтанно собрались и уехали со взлемом нас навезли до дома вот мы так вернулись и еще вот такая новость вчера мучила меня очень сильно и я не могла так радовалась вы же знаете что я сама по себе очень позитивный человек и решаю свои проблемы сама если я буду выносить их сразу и на обзор то это так дело не пойдет вы же от меня заряжаетесь позитивом поэтому когда все стабилизовалось все решились все проблемы вот я сейчас могу с вами поделиться что же произошло вчера моя дочка моя дочь она устроилась на работу потому что уже не могла с ума сходила сидеть дома она такой у меня тоже целеустремленный позитивный человек хочет зарабатывать свои деньги не зависеть от меня и удалось такая появилась такая возможность и она решила воспользоваться и значит она устроилась не буду говорить где сейчас неважно но она дежурила по сменам и у нее в смене одна девушка заболела коронавирусом и она сидела рядом с ней когда она мне это сказала у меня почва ушла из-под земли потому что дети мама это было бы очень тяжело мне и им тоже самое и я не могу поехать в грузии вели комендантский час сегодняшнего дня с 10 вечера до 5 утра запрещено выходить на улицу появляться и тем более границы карантин я даже не знаю как я хотела поехать но сейчас это для меня все закрытая тема потому что я сама боюсь там очень много увеличилось случаев коронавирусом соседи мои близкие одноклассники знакомые врачи все все болеют кто не болел уже переболели и я такой вообще человек вот нет уверена что я точно тоже заболела к может вам где-то в дороге бы кто-то чихнул ничто и я подходила мне болеть нельзя сами знаете так вот что произошло я вчера очень перепугалась за свою маму очень перепугалась представила она с кучей болячек дома она не справится и как и что это было страшно и вот я всю помолку из головы не выходила у меня моя мама мои дети мои внуки и когда я приехала с ней поговорила вечером сказала что чем запастись какими лекарствами что делать маски ходить какие меры предосторожности использовать и сегодня ответ теста у моей дочери должен был после двух часов дня вот я с утра пишу она говорит мама нет она говорит но у наших сотрудниц отрицательных мне сказали похоже будет а твой ответ я уже думаю ну боже мой к чему готовиться только не хорошему и вдруг она мне пишет что тест отрицательный боже мой как и обрадовалась спасибо богу что все это произошло боже отведи отступи всех вас были ваших близких и вас от этой заразы дай бог всем здоровья счастья улыбок и море позитива негативщиков мы к себе близко не подпустим не так ли потому что мы же сильные с вами так что вот такая вчера была у меня новость не очень хорошая а сегодня я могу порадоваться сейчас я занимаюсь готовкой ужина целый день не выходила такая была замечательная погода эндер сам пошел на рынок купил мало чего потому что мы закупились очень много и не съели по гостям ходили много было чего вкусного вот помидорчики купил кабачок купил готовлю я сегодня супчик рисовый ашкен покушает или нет но я решила сделать так захотелось такого супчика рисового с морковкой с картошечкой и все много чего не придумал сейчас блендером вот так вот этот супчик у меня и вот там испанах я пожарила а сейчас я буду делать макароны с мясом старшим по-флотски буду ни разу еще не готовила но надо приучать к нашей пище вот такие макарончики я приготовила с мясом думаю что вкусный супчик огурчики эти соленые потому что я залила кипятком мои вкуснятины разные осени редиска всем привет друзья мои с вами я светлана такая сегодня погода в мельсины обалденная и я как всегда смотрите чищу хлоркой почистила до места сам свой балкон потому что он от цветочков этих так испачкался год и сейчас более-менее я его почистила в общем светлана работает работает и работает что я хочу сказать вам сегодня такой замечательный день такие новости у хорошее вообще у меня хорошее настроение с батоми очень хорошее тоже слава богу я такая довольна что коронавирус миновал нашу семью боженька помоги всем это наверное самое хорошее аж к ему убежал а я сейчас занята скоро у нас начинается вебинар нужно до этого приготовить кушать и я сегодня решила сесть на диету и вы знаете что я не пойму что со мной но я набрала вес вот эти лохманджу наверно все и так получается что мы вечером кушаем с мужем вот целый день я не кушаю сегодня я закрыла себе рот я съела два яблока и королёк съела чай и сейчас одно яйцо отварное и хочу на ужин приготовить такое эндер купил зеленые кабачки такие вот коротенькие деревенские я хочу из них приготовить вкуснятину я посмотрела российские цепи по-русски как приготовить рецепты а также я посмотрела турецкие а вы знаете мой муж турок он такой капризный в еде поэтому сейчас я буду готовить на турецком и там нужен сыр каша и он это купит я ему позвоню булажками купить все не проблема иду готовить потому что такое голодную как собака я не знаю зима приходит светлана поправляется я сейчас последнее время сижу дома мало двигаюсь и никак я не могу друзья мои выйти погулять шкам убежал соседями хорошо хоть он хоть соседями гулять сегодня вот что сделала помыла я все вентиляторы вот сейчас покажу вам покажу вам что я готовлю а для приготовления вот такие зеленые кабачки маленькие вот сейчас я их вот так вот специальным приспособлением снимаю вот смотрите очень удобно кстати я замочила петрушку сюда все складываю когда я чищу в раковину я замочила петрушку и потом будут для соуса понадобится йогурт мне три яйца и килограмм кабачков а дальше смотрите кабачки мелко и тонко порезала сейчас отправлю в миску начну готовить соус сейчас я приготовила чайную ложку мяты чайную ложку соли пол чайной ложки красного молотого перца и пол чайной ложки черного перца значит я это все бросаю сюда и нужно добавить две-три ложки оливкового масла и смешать перемешать извините машинка тут работает у меня ешь деловая такая так для соуса мне нужно 3 яйца петрушку мелко нарезано йогурт нужен один стакан пол стакана нужно воды и вот творог посмотрим и вас зубчика чесночка мы через вот эту вот выжималку и начинаем взбивать и готовить соус сначала я добавила яйца йогурт и воду помешала сейчас буду добавлять чеснок творог чуть-чуть и майданоз петрушку вот такой соус у меня получился я добавила туда чеснок петрушку все ингредиенты которые раньше вы видели а также я добавила красный перчик чуть-чуть и соль сейчас я взяла вот такое вот блюдо уложу на него одним слоем кабачки а сверху полью соусом первый слой положила сейчас буду поливать половиной соуса и ждем пока аж крем кошар принес такой плавленый сыр который плавится не знаю на рецепте так все было вкусно посмотрим как у меня получится пока оно будет готовиться я это сделаю себе творог решила с йогуртом уже я так есть хочу как первый день диеты очень трудно соблюдать очень потом уже привыкаешь к этому так и сейчас я второй слой положу а сейчас сверху оставшуюся массу вот вот выглядит аппетитно мое блюдо готово тень так плохо падает красиво не так ли сейчас сверху принесу ташкем кошар и я посыплю кошаром а вот я вспомнила у нас же в холодильнике есть полон сухофруктов как из нашего сада так это перебивает вкусный аппетит а теперь здесь я себе сделала вот сухофрукты изюм там кажется персик для абрикоса поем пока да с голоду как можно мне умереть помереть с голоду сейчас буду перекус а может и даже не захочу потом вообще есть творог ноль процентной жирности йогурт тоже не жирный и сухофрукты вот это яблочко тоже вкусно ждем аж кыма аж кым пришел с покупками говорит купил все хотя у нас было и сахар было со скидками поэтому он купил сахар масло растительное стаканчики такие для чая он же мне любит чаю кофе сыр взял кошар сейчас быстренько и вот такие маленькие ножики взял у нас как раз не было для гостей так что вот все это он заплатил на 205 буду готовить ну а вот и я сама и тут уже и машинка все пипикает все автоматизировано иду иду духовку включила сейчас быстренько накрошу потому что у меня в 6 часов через 10 минут начинается вебинар все все покажу вам что получилось так смотрите друзья мои столько я значит приготовила и давайте сейчас будем посыпать наши кабачки все все что я много приготовила не знаю может картошки сварить еще даже кема придется наверное так и сделать делать так от души не так ли делать так от души вкусный сырочек вкусненький сейчас духовку поставлю на 180 градусов на 45 минут вот такая красота у меня получилась буду кормить ашкыма вот что получилось супчик будет кушать ашкым приятного ему аппетита так я я вот я это это